Продолжение следует... Кристина Алексеевна, есть фамилия? Кристина Александровна Власова. Злонюковская ваша задолженность в МТС-банке 228 979 рублей 26 копеек, это первый долг. Второй 451 212 рублей 62 копейки. Когда планируете с кем оплату уносить? А на каком основании должна перед вами отчитываться? Евгения Сергеевна, вы не должны отчитываться, но это ваших интересов. Потому что с МТС-банком вы лично не связываетесь. Ну и что дальше? Так что дальше? Поэтому мы вам не звоним, законные представители вашего креатора. Когда от вас оплата будет? На каком основании? Что на каком основании? На каком основании мы вам звоним? Да. Статья 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации. Руководство из статьи 15 Федерального закона о потребительском кредите и займе. И что дальше? Итак, Евгения Сергеевна. Вы меня послушаете сначала. Ваша обязанность что? Мне рассказать о моем долге. Все. Нет, вы не правы. Вы не правы. 1005 статью Гражданского кодекса Российской Федерации. Посмотрите, пожалуйста. Там четко и ясно указано. Ничего там. Евгения Сергеевна. Там указано, чтобы вы мне рассказали о моем долге. А уж буду я платить или не буду? Я перед вами очевидно. Хорошо. Евгения Сергеевна, о чем гласит 1005 статья? О чем гласит 1005 статья Гражданского кодекса Российской Федерации? Что преподаватель, чтобы я перед тобой экзамен сдавала? Вот ты свою методичку выучил. Еще говорю, о чем гласит 1005 статья? Сигура. Я уже буду сейчас оскорблять. Вот, знаешь, вот прямо даже совесть нигде не может. Евгения Сергеевна, минимальные нормы такты должны присутствовать. Еще раз говорю, о чем гласит 1005 статья? Знаете? Вы сейчас говорите неверную информацию. Да что ты. Сами необходимо договориться об оплате. Нет. Вы аж обязаны сказать мне о моем долге. Больше у вас не нужно. Так, нет, Евгения Сергеевна, если вы не знаете некомпетенции в этом вопросе, не нужно об этом говорить, пожалуйста. Да, да, да. Сейчас ваш кредитур требует от вас оплаты. Вы об этом прекрасно знаете. Вместо того, чтобы вносить оплату, вы сейчас занимаетесь непонятно чем. Вы работаете, правильно? Нет, я не работаю. А почему вы не работаете, зная, что у вас есть задолженность, причем не маленькая и не один долг? Потому что я сижу в декрете. И вот не так. Евгения Сергеевна, то есть если вы думаете, что вы сидите в декрете, вы не будете оплачивать задолженность вашу? Да, вы не будете оплачивать задолженность вашу. Пойдите раз в декрет, чтобы у вас там пукан у всех разорвался. Евгения Сергеевна, вы вообще слышите, что вы говорите сейчас? Да, не дослышно. Искорим времени, если вы оплатой не будете, не будут от вас поступать. Когда ты на первые задолженности, кредит готовит уже документы на исковое заявление в суд. Отлично. По имуществам вашим расплачиваться будете. Отлично. По решению суда. Вы это понимаете? Вы думаете, Евгения Сергеевна, как минимум часть жилой площади у вас есть? У меня нет. Где у меня жилая площадь? Евгения Сергеевна, как минимум часть жилой площади у вас есть. У вас есть имущество, а вы с супругом проживаете, правильно? И что? А вы сначала узнаете, это чье жилье вообще? Идиоты. Евгения Сергеевна, а при чем здесь это? Во-первых, не оскорбляйте наших специалистов. Во-вторых, согласно 45-й статье семейного кода, в Российской Федерации с супругом можете расплачиваться общенажитым имуществом. Вы специалист по телефону? Вы меня выслушать можете? Нет, не могу. Я не хочу дураков слушать. Что вы скажете? Евгения Сергеевна, от того, что вы оскорбляете наших специалистов, наличие вашего долга не изменится. В общем, вам перезвонят позже. Только уже другие специалисты, я думаю, вы пожалеете все-таки, чтобы они провели со мной разговор. Всего хорошего.